Премьер-лига Это не из-за анекдота Пап, да ты же знаешь, что это за молодой человек И почему он в этой шапке? Видимо, дует Ну, конечно, дует Друзья, давайте начинать Ну что же, друзья Начинать так начинать Итак, в следующей ситуации Каждый молодой человек узнает себя Вечеринка Алло, алло Да, слушай, я тебе перезвоню Ага, давай, все, пока Ромочка, я быстренько в туалет и вернусь, ладно? Так, так, меню телефона Так, сообщение, где сообщение? Блин, настройки, какие настройки? Слушай, 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 слушай А пойдем погуляем, а то уже 8 февраля Ну что, друзья, давайте продумать Сынок Я чего-то не понимаю Вот это Я нашел в твоей комнате Пап, ты Ты просто все неправильно понял Мы занимались сексом Ну смотри Если узнаю, что списываешь Да нет, пап, я сам Дорогие друзья, давайте продолжим Последнее время в интернете Стали появляться такие популярные Самосъемные ролики Смотрим Пирожки по пирожки Пирожки по пирожки Пирожки по пирожки Пирожки на районе ilant尚 звучат Может, сначала отчет сделаем, потом повеселимся? Извините, пожалуйста. Мы продолжаем. В последнее время среди молодых исполнителей стало модно перепевать наши любимые песни на новый лад, что зачастую смотрится, ну, очень нелепо. Итак, встречайте, группа Челси. Развитали яблони, груши, поплыли туманы над рекой, выходила на великой катюша, на лицо неверка крутой. Вручка, катюша, катюша крутой, где же бородой, где же бородой? Где включала катюша с русой косой? Катюша. Вот когда я смотрю такую катюшу, у меня полное впечатление, что победили немцы. Дорогой зритель, в последнее время российские спортсмены не радуют нас своими победами. И было бы уместным, если бы новости спорта выглядели именно так. Добрый вечер, в эфире программа «Чрезвычайный спорт». Сегодня речь пойдет о банде из 11 известных. Как и большинство группировок, образованных в начале 90-х, они тоже наполовину состояли из спортсменов. Недавно они выпустили из плена голландского специалиста. Несчастного мучили несколько лет и своей ужасной игрой не давали видеться с родными. На совести этих людей уже не одна загубленная тренерская карьера. В 2008 году на чемпионате Европы банда водила всех за нос. После чего своими жуткими результатами они нанесли миллионы ножевых ранений в сердце россиян. Несколько ударов были произведены тупым предметом. Казалось бы, банду вот-вот раскусят, но недавно у них появился хороший адвокат. Посмотрим, что будет дальше. С вами была программа «Чрезвычайный спорт». Ну что, давай продолжаем. А все, что нас окружает, рано или поздно станет историей. Итак, экзамен по истории России, 2100 год. Опять вы, Эмиль, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте, какая тема билета? Основные исторические процессы в России 21 века. Хорошо. Назовите мне год, когда в России появился первый человек, выплативший ипотеку. Виталий Великомученик. Правильно, абсолютно. Так, я смотрю, вы знаете. Хорошо, давайте я вас по темам погоняю. Основная причина популярности мавзолея в 2011 году. Там Wi-Fi сделали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Простецкий вопрос. Русско-турецкая война. А, русско-турецкая война. Русско-турецкая война, значит, это. Значит, русские туристы на ресепшне подрались с бусурманами. Так. И кто возглавил, так сказать, это нападение? Мини-бар всемогущий. Отлично. И в каком году это было? Это... А, так в любом. Ну, конечно. Конечно. Ну и напоследок простой вопрос. Так, в каком году был реализован генплан строительства Москвы 2025 года? Там... В 2080... Внимание, вопрос с подвохом. А, так он еще не реализован. Ну, конечно. Да, да. Конечно, Эмиль. А причина? План Фуфло. Ну, конечно, молодец Эмиль. Сдали сегодня. Я вас поздравляю. Друзья, друзья, подытожим. Вы знаете, жить стало гораздо лучше. Вот действительно, солнышко светит так хорошо. Да, папа? Ну, конечно. Ну, сами посудите, ребята. В прошлом... В мое время я купил машину за 600 рублей. А сейчас я могу сдать за 50 тысяч. И кому? Государству! Команда КВН визит. Жизнь налазывается. Улыбайтесь. Субтитры делал DimaTorzok